...могу создавать, потому что следовало. Практически все материалы связаны с анноязычной границей в масонстве, переведены мной, и затем на их основе я проводил определенные исследования. Второе маленькое подисловие, что поскольку все здесь связано с стихотворными текстами, заранее приношу все возможные свои извинения, это опять же мои переводы, которые я ни в коем случае не хотел бы, чтобы судили с точки зрения художественной литературы, о чем я и хотел говорить в докладе, потому что я не считаю масонский репортный ритуальный эффект произведением изгрустов и творением изгрустов. Это все логический вопрос, сложный и серьезный, но я продолжаю настаивать на том, что это просто рифмовки мемонического типа, которые необходимы для облегчения передачи информации по памяти. В первом масонстве существуют две традиции, которые различаются между собой по целому ряду визы. Они занимают у меня в статье, где долго устранится, но я надеюсь, что в сборнике мы их увидим, а сейчас просто крадет время. Это жесткое подчинение Великой Ложи для английской традиции, административной структуре, которая надстроена над обычными ложами, а континентальной традиции этого нету. И континентальная традиция объединяет в себе масонство таких стран, как Франция, Германия, Италия, Россия, Польша, а англосаксонская островная традиция, естественно, объединяет в себе масонство английское, шотландское, ирландское, масонство США, Канады, Астралии. Одним из главных отличий, которые я вынес в головах и в тему своего внешнего заклада, является наличие или отсутствие римовного масонского текста при дуальном ракстве той или иной традиции. Островной и континентальной. Островной его очень много. Он играет одну из ключевых ролей в масонском ритуале. Островной его вообще нет. Обознавание этого различия фактически лежит на поверхности. Оно состоит в ардитальном отличии от способа презентации масонского ритуала, данного в двух видах масонства. В англосаксонском масонском весь ритуал разыгрывается и члены доложены изусть. Для обучения им использовалась вкусная передача и крайне малое количество схематических, напомненных сокращениями и аббревиатурами, рукописно-патехизицев и руководств. На публикацию ритуала в первом месте считывания братства был наложен запрет. По колебателю смогли лишь первые печатные разоглачения обозвольствующих ритуалов, изданные во Франции и в Англии, начиная с 1925-1927 годов. Тогда масону волей-неволей пришлось значительно ликовать свои ритуалы, потому что иначе братья, собственно, словож, пользовались разоблачительными текстами и эспрессы для того, чтобы подсказывать своим мастерам, что им делать на собрание. Это было нетерпимо, поэтому ритуалы разрешили публиковать. Но это было в англосаксонской традиции, континентальной. Эта традиция отстаивает радикальный ной подход к ритуальному тексту тоже логически обоснованный. Он состоит в обязательном следовании единообразному и общепринятому ритуалу досконально до буквы и до жертвы. Потому что очевидно, что в островной традиции, если ритуал передают цвет у струста, если его произносится все время в ритуале, то, естественно, неизбежно отсебятина. Будь то текст сотворный или прозаичный. Континентальная традиция резко отвергает любую возможность отсебятины. Мазонство не должно меняться. Мазонство – это по-абсулью ретроградная, ретроспективная организация, которая стремится исключительно к своим стокам. И поэтому, скономерно, что этот принцип требует наличия общепринятого и общедоступного и упечатанного текста ритуала для каждого члена ритуала. Текст ритуала имеется на собрании. И вот в наставлении степени ученика и правду шотландского устава невусмысленно указывается. Достащимый мастер и стража обязаны иметь перед глазами печатный текст ритуала, чтобы в любой момент быть уверены в том, что церемония проходит без изменений, заполнений или исключений. Если они не в состоянии вычти ритуал наизусть, они, по крайней мере, должны быть знакомы с ним в достаточной степени, чтобы не делать паузу между словами ритуала и не впадать в замешательство, когда одна часть церемонии сменяет другую, как в части передвижения по охрану, так и в сопровождающихся передвижения словах. Мастерские ритуалы, разъясняющие ремарки к ним всегда, мне лично очень нравились тем, что они доскональнейшим образом прописывают, что людям делают, чтобы не оставалось никаких возможностей для той же страны от себя цены или для замешательства. В следствии вышеизложено, то есть другие причины использования ритмованного текста в мастерских ритуалах самых ранних, во многом легендарных, поэтому не могут быть четко ограниченными временами, равных времен, и до настоящего времени тесно привлечены между собой всего обстоятельства исторического развития. При этом они могут быть описаны следующим образом. Необходимость использования стихотворной формы как мнемонической техники для усвоения и передачи большого объема литературного материала в условиях, преобладающихся для членов общности, религиозной общины, религиозных церков и грамотности. По вышеуказанной причине наличие в Европе многовековой традиции узной передачи литературного наследия в стихотворной форме, баллады, барины, эпические поэты, стихотворные хроники. Наличие в Европе также многовековой, по крайней мере, с 11-12 веков традиции праздничных церковных народных театральных представлений, использовавших различные стихотворные читативные и песенные формы для осуществления постановок. Широкая распространенность в германноязычных землях Англии, Ирландии, Шарландии, а отчасти во Франции и Италии народных стихотворных форм считалки, шванки, риммерики, рикованный сленг, который предъявляет Ирландия, плотно плетеных ежедневную и годовую коммуникацию, а также контрафактуры традиционной подстановки состоит из сочиненных народных стихов в размер известных и распространенных церковных гимнов. Причем новые тексты могли носить совершенно светские, зачастую и недалекие от великих характер. Традиция не умирает, традиция это жива, за счет традиции существует такой жанр, как КВН, если вы можете заметить. Все школьные КВН, все школьные праздники стоят в контрафактуре, то есть постановке своих слов на известной мелодии. Неким мостиком между средневековыми мемератлями и современными КВНами является традиция, например, русских, но также и американских, и немецких баптистов. Если кто-нибудь видел в интернете или еще в печатной не читал в форме баптистских песен русских штук, то, конечно, вы могли быть удивлены, потому что широка страна моя родная, старая страна народная, и туда путем к кентрафактуры составляются слова, обводы, ангелы, повторяются и так далее. Стихотворный размер, используемые мы, в мазонском ритуальном тексте, сам по себе является косвенным подтверждением относительно древности, как цеховых обычаев, русской передачи теоретических положений и учений в стихотворной форме и праздничной пираты, так и самого присутствия цеховых общин с определенным теоретическим учением в жизни европейских городов. Практически все известные примеры масонского ритуального текста выполнены в форме, аналогичной другим образцам европейского, светского, бытового стихотворного текста, расцвет которого отличается целыми двумя веками, с 15 по 17. Это Ганс Сакс, Ганс Фольц, Джеффри Челс, Рэдмунд Спенсер. Обычно это силоботанический текст в форме пятистопного ямпа с парными или перекрестными рифмами, преимущественно мужскими для германских языков, без деления на строк и катрена, но с примерно делением аналогически завершенной части или отдельной истории, так называемый геронический куфет. При этом в данных текстах нет жестких и абсолютных правил всех осложений, и все формальные параметры могут варьироваться, в частности могут упользоваться женские, кольцевые рифмы и так далее. Дальше там несколько психологических подробностей, даже в сокращении времени я их упущу. Рифмованные тексты играют различные роли в масонской ритуальной практике. И далее я хотел остановиться на них. Цитаты очень обширные, я очень плохо читаю стихи сам, поэтому я не буду их читать, они будут выведены на экранах. Я просто подавляю пояснения. Приводимые в настоящей работе примеры рифмованного текста в масонских ритуалах и наставлениях, выполнены автором данных. Главная и наиболее важная функция рифмованного текста в масонском обиходе, по нашему мнению, является хранение и передача информации о легендарной истории масонского братства, его мифических истоках и развитии от начала времен до момента составления той или иной исторической лекции. Исторические лекции обязательно сопровождают ритуал посвящения после того, как кандидат прошел символические испытания водой, огнем, мечом и так далее, после того, как он принес клятву верности к родину, после того, как силу глаз сняли подрядку и открыли ему так называемый масонский свет, после того, как ему объяснили символы храма, в котором он находится, ему читают историческую лекцию о том, как появилось масонство. Исторически первым примером произведения данного жанра является широко известная анонимная поэма о нравском долге, также называются чаще манускрипт Ренгиус или Хайолевский манускрипт. Содержащийся в ней пространный текст, 794 строки, повествуют об истории конечества и присущей ему священной геометрии от библейских патриархов до короля Атинстана и создания первой конституции братства. Не зря не заметен, что во многом тексте он схож с другими историческо-поэтическими текстами соответствующего периода, например, анонимная поэма конца XV века про Антолию Мерлина. Здесь приводятся неизнанные переводы альговых текстов. Они выполнены с сохранением размера при возгласности ритмы, мустория и женского совместного сударина, при этом на ударный срок, или на ударный срок, или безударный после него. Преимущественно парный или кольцевая ритма. Психотворная легендарная история братства излагается также в масонской конституции Архимандризон и ритуальном наставлении Густава Хиридона Келвиненко, который также называется Королевским органом Шотландии, ранее великий Густава. Я думаю, что беглого взгляда на эти тексты вполне достаточно, и я надеюсь, они будут опубликованы в нашем сборнике для более подробного чтения. Легендарная история братства Конституция Архимандризон 1756 года и наставление Хиридона Келвиненко 1746 года. Как мы видим, вот тут достаточно наивно еще треневековом вилке, который только-только проникает в виде нового времени, излагается в очень народной манере история братства, как ее видят ее авторы. Авторы остаются анонимными, нам не известно ни один из авторов этого ритмоганного текста, равно как любого другого английского ритмоганного текста. Они просто сохранились в списках ритуалов, которые ходили в рукописях и только в середине 19-го века начали перепечатываться на машинках для того, чтобы сейчас попасть в компьютерное царство. Также важна функция масонского ритмоганного текста в ритуале при сообщении новопосвященном наставлений о символическом убранстве ложи, связанных с его элементами нравственных и религиозных добродетелей. Такой текст используются офицерами ложи во время ритуалах посвящения и старших посвящению братам при катехизации новопосвященных. Наставления подобного рода можно встретить в книге «Масловство в разрезе» в 1730-го года и ритуале «Масловство в разрезе» и «Масловство в разрезе» и «Масловство в разрезе» Как вы видите, здесь катехизическая форма диалоговая, вопросы-ответы зачитываются старшим и братьям и младшим или же младшему новопосвященному это подсказывает человек, который стоит у него за спиной, он должен говорить это сам. Во время работы над переводом меня всегда очень поражало, что это действительно очень сильно тефтологически похоже на этапевтические рассаживающие прически. Традиция не менялась в течение двух веков. Используется рифмованный текст и в узкокатехизальной цели для облегчения новопосвященного запоминания важных для члена братства элементов опознавательных слов, знаков и рукопожатий. Это даже интересно. И далее вишенка на торте буквально это использование рифмованного махомского текста напрямую для принесения торжественного обязательства, клятвы махомского. То есть действительно это апофеоз всего ритуала посвящения. Человек встает на колени перед молотаемым, кладет руки на Библию, а с завязанными глазами он не знает, что окружает его, к его груди, спине, затылку представляет нож, кинжал, меч, такое-либо острое оружие, по-разному и плаву, это все по-разному, и при этом он должен повторять за источним и мастером ложек слова своих даже рецеплят. Звучит она вот так. Может, попробуйте зачинять? С предликом Господа живого и перед рыцарями семья, клянусь хранить как тайну слова и все иное, что мне с ними делить придется верно, прочно, не расскажу ни днем, ни ночью, я никому во всей Вселенной про это, разве что почтенный и собран при великой ложек, говоришь, братья наших Божих, и лишь все ложи разрешения, а также по ее веленьям рыцарь розы и креста, чья репутация чиста. Я никогда не брошу ложу, чтобы свою составить тоже. Такой пред вами мой обед. И дальше как в детском саду, клянешься в этом или нет? И тогда клянусь. К счастью, не пришлось переводить и не пришлось видеть в стихотворном виде клятву мастера вольного каменщика, в котором еще в тех времен 16-18 веков в неизменном виде входят те положения, которые современному человеку для торжественной обстановки масонской ложи кажутся диковатыми, масонской вольный каменщик перед посвящением обязан попляться в том, что он не будет никоим образом посягать на жену брата мастера каменщика, на сестру брата мастера каменщика, на его мать в особенности в правом плане, а также на его родной дочери, племяннице и так далее. Рифмовать это было бы конечно жестоко. Конечно, в этой связи приобретает большое значение проблема адаптации и интерпретации масонского рекламного текста для использования как самими членами масонских лож, так и исследователями масонских, пользующимися в декорде русским языком. Российский литературный рынок вполне адекватно снабжен образцами перевода текстов подобных вышеописанных, в котором следует выделить русские переводы сочинения Ганса Савса Джеклим Челсера, в особенности недавно изданный сборник мистерий Йоркского цикла под редакцией Кабунова. Переведенные Сергеевой английские мистериальные пьесы представляют собой ценный материал для изучения данного жанра как такового, равно как и источник масонской традиции использования речевального текста. Представленные в работе русские переводы вполне уплатно первоисточнику и выполнены на высоком художественном уровне. Конечно, нельзя не отметить использование переводчиком особенностей российского стихосложения, но в целом действительно можно понять, что именно мистериальные стихи, используемые в Миракле, в Звучитных Дьесах и Третьих веков и лежали в основе масонской традиции речевного текста. Российская масонская традиция на протяжении всей своей истории в 18-18-19-20-20-21 годах практически исключала из оберн participants равную традицию. Российские масоны практически ничего не взяли из ритуальной практики Англии, Ирландии, Шотландии. Практически все ритуалы российского механического во все перечисленные века были французскими, либо немецкими, либо шведскими. В основном, конечно, поначалу шведскими, а затем французскими. Насколько мне известно, только грибимастер Богданов в Великой Ложи России, взвешивший в обиход английское послушание Краевской арки, воспользовался английским текстом ритуала и для символических работ в Ложи 1-30 градусов ритуал эмулириша. Это единственные английские ритуалы за всю историю, что Нелагину при основании российского масонца в 1931 году, по тем первым выводом Великой Ложи, но английские ритуалы не были выводы вместе с ним. Они хранились только в знаменитом архиве Нелагина и не использовались в быту. Поэтому, во-первых, вообще не используются рекламный текст в русской масонской практике современной. А во-вторых, если используются, то это довольно статистическая тема, требующая длинного разговора. Показательный пример песни из трех строк, входящих в качестве обязательного элемента в ритуал основания освещения новой Ложи, который, по понятным причинам, является важным и относительно часто используемого во всех российских юрисдикциях. Примечательно, что данный ритуал является одним из наиболее древних и сохранившихся в неизменном виде со времен основания первых культивных Ложи. При основании новой масонской Ложи, члены которой получили от Великой Ложи свои юрисдикты патентами Нелагон, великий мастер с помощниками совершают возлеяние вина и масла и выпьют зерно на пол коже, с соответствующими благословлениями и восхвалением нравных добродетелей, присущих этим продуктам. Затем следует ремарка «Присутствующие братья поют». В оригинале далее присутствуют специально написанные для данного ритуала текст, положенные на музыку известного церковного гимна «Олд Хандрит», который я сейчас вам просто продемонстрирую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем, если вы помните его ритмику, то дальше будет значительно проще. Потому что мы видим, что этот текст, который расположен под словом английский, отлично ложится на эту музыку. Надо отдать должное французским переводчикам ритуала, а этот текст тоже ложится на музыку. То же самое ритмическая структура сохранена. При формировании ритуального свода российского мазон в 1990-1992 годах перевод ритуала основания ложи был выполнен представителем русской диаспоры во Франции, известным физико-химиком, военным актером и девцом Константином Николаевичем Котлировым. Он явно относился к типу интерпретации, а не адаптации песни к реальному русскому языку, поэтому был выполнен прозой. Под цифрой 95 мы видим перевод Котлирова. Так он практиковался в великой ложе России. Как вы понимаете, петь это невозможно. Котлиров был действительно великим человеком в истории русского мазонского русского периода, но он был сталин поколением эмиграции. Он родился уже за пределами России. Он исполнял эмигрантские песни, был довольно популярен как певет, был популярен как фигура русской эмиграции, но, надо сказать по-русски, он не всегда гладко, но всегда очень бодро. В конечном итоге, когда во время проведения первых ритуальных работ в России стало очевидно, что петь это невозможно, все были в недоумении, решили поменять этот ритуал. Так иногда происходит смена латонского ритуала. Это стало речитативом, который произносит литератор во время освещения города. Затем этот ритуал прошел ряд правок, и фразы немножко облагородили, но и все равно произносил один и тот же человек. Только в 2016 году, при создании в России ложеисправного шахматского густава Латона, при необходимости локализации этого ритуала уже вне рамок Великой Ложьи России, без руководства ее ритуального комитета, братья исправного густава решили все-таки вернуться к истокам, откопали этот гимн и положили текст на музыку. Данный перевод является точным по смыслу, но он также несет на себе следы более комфортные для русского переводчика, стихотворные формы, сопряженные с использованием женских ритмов, варьирующимися размерами страфы. Заключение. Таким образом можно заключить, что ритмованный текст несет в масонском ритуале англо-саксонской традиции большую смысловую нагрузку. Используется в нем для различных целей в разном контексте. При этом при наличии возможностей для его докладной передачи на русском языке, в истории российского масонства и по большей части в его современности, фактически отсутствует объективная необходимость предпринимаемых для этого усилия. Масонский ритмованный текст остается преимущественно предметом исследования непрактического использования российскими масонами, что сохраняет они скорее статус объекта литературы ведения, чем интегрированные части российского масонского обихода. Этим обусловлено отсутствие интереса к адаптации данного литературного феномена к российскому миру, хотя приведенные примеры свидетельствуют о возможности такой адаптации и сравнить на адекватность ее результатов. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Евгений Леонидович. Есть еще вопросы к отладчику? Есть вопросы. Есть вопросы. Евгений Леонидович, благодарю вас за доклад. Скажите, пожалуйста, Иван Перфилевич Елагин, он почему получил патент, но не получил акты, насколько мне известно, и не получил масонский ритмованный текст для воспроизводства российских флорок? Здесь сегодня очень хорошо у Евгений Леонидовича было рассказывать про длинную, запутанную историю, связанную с Екатериной и запретом масонства. Но с разрешением масонская история была еще интереснее, потому что Иван Перфилевич получил разрешение у государя Елизавета на заведение России масонства в обход уже существующим на тот момент масонским организациям. Первые российские масонские организации появились в России среди иностранцев, немецкой слободы, не получили никакого распространения вплоть до того момента, как из Англии стали привозить высшие степени великие ложи требования. И под руководством нескольких армейских купцов ложи стали разрастаться. Но одновременно с этим немецкая разогрейцевская масонская традиция стала проникать в обе столицы одновременно. в Петербург и Москву. Надо сказать, что захрейцевская традиция была непосредственно связана с так называемым право-вошевиковским домом, который в России представлял государь Петр Трикий. Он не масонку представлял, а правящий дом право-вошевиковский. И Гессен-Кассенский тоже связаны с ним работодными связями. И после захвата власти Екатерины вопрос о противоборстве двух систем, которые до того в масонстве сосуществовали в России, стало очень остро. Немецкие разогрейцы со своими немецкими артуалами заполонили практически уже все тогда масонское пространство в России. Но тут государыня Елизавета взяла своего директора императорских театров, Иван Перфимович Нелапин, который, в принципе, человек был светский, любил актрис, любил выпить. Но не был большой духовенцем. И сказал ему, что теперь будешь у нас главным масоном Иван Перфимовичем. Чтобы был под надзором. Потому что иначе немцы эти через семью государя Петра Атлетовича, через наследника Ивана Антоновича, который в это время стоит в заключении, будут оказывать неблагоприятные влияния государственным делам. Иван Перфимович согласился, он получил вот ангеликватиан. Но поскольку ему мало интересовали вопросы конкретных демизиции, он уже, имея имя, сферитуалы, продолжил спокойно распространять. Потому что если уже какая-то такая система налажена и работает, то зачем ее дергать? Так и пошло в России. Благодарю вас за это. Нет, есть архивий Елакина, с ним очень плохо работают сервер Сандаков, Илья Евгеньевич, петербургский историк. С ним работают сервер Кров, там есть английские ритуалы, просто они не используются так. Рифмованный именно, да? Не обязательно рискованный, у Хердон Калменин там есть, а в нем есть много стихов. Планируем, Планируем, сомневаемся. Скажите, все-таки гнастицизма умеет нашими, с вашей точки зрения. Так как вы рассказывали сейчас про его течи, просто о сердце. Радикальное различие между мистическим течением и светским течением, а только русским, но и мировым мазонским. Сам Елакин очень сильно увлекся идеей мазонства. Он написал много прошу, которые затем были объединены в этой толстой книге, адвесиатские подразделениях. Вначале мазонство в Англии, в расправной традиции, это таковная община, это пречисловно, которые мало интересовались алхимией, мистикой. Не интересовались вообще, не интересовались пятидесятые граждане. И читали библии друг друга. Но и французское мазонство было в первую очередь этическое. Оно не совсем было, оно было скорее даже алкуридное, но не мистическое. И тут был упомянутый совершенно правильно в конкурс. Поэтому там вообще... Не, 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 давайте мы останавливаемся. В 18 веке, это до всех конкурсов. Да, да, да. В 18 веке мазонство установило русско-класское, такое оно попало в Россию, но сумрачный немецкий гений с 60-х годов. А в 18 веке начал развивать его в разогрейцевском ключе. Вы имеете? Это Ивана Швакца? А? Ивана Швакца, что ли? Нет, Ивана Швакца, я имею в виду, Ивана Швакца, и других основателей Рождественного Христа в Германии. А, Генбуда. Именно это попало и в Россию, и в Польшу Швейцевых. Поэтому мазонство светское конкурировало с мазонством мистическим, с мазонством чисто христианским, шведским, например. И эти различные идеологические течения стали исследовать довольно серьезной борьбы в этом саду. Но русское мазонство, во-первых, будет... В смысле, мазоны других стран всегда отмечали, что русские сумрачные тени не менее сумрачные, чем немецкие. А российская душа всегда склонна к мистическим рассуждениям. Поэтому мистическое течение в российском мазонце было очень сильно. Естественно, мы в первую очередь вспоминаем фамилию Новикова, фамилию Шварца, но и до них существовали люди, которые привозили к мистическим степени, которые интересовались фактическими течениями в мазонстве. Так это, кстати, и в современном российском мазонстве также существует, потому что ничто вам не ушло, все отталкивает. В российской революционной системе существует 9 различных организаций, которые, как положено, враждуют между собой, отказываются признаваясь между мазонами, но из них, по крайней мере, 2, работают исключительно в историческом мистическом ключе. И, честно, там очень сильно приближается мультивность в международных рейсов. Спасибо. Спасибо. Есть такое однодородение. Я просто не знаю, сколько случилось, я как-то тут и стою. Эти одниел, они как-то берут, наряжаются, допустим, выручатся на программическом. Вот у них что-то божественное. Они начинают ангелов рассказывать. А бывают, что берут, они откшатывают, что-то, и появляются рыцарские одина. А в массовом стороне что-то бывающее. Это вот прям такое людейно-то. И мы сейчас пожимаем воды вот этого капитализма. Очень откуда-нибудь отчаян. Очень хорошо, что вы дарю. Спасибо. Спасибо большое.